Хохольский район Но было время, когда люди верили, что без этого ритуала не нальется спелостью ржаной колос и не удастся собрать урожай К дому Марфы Васильевны Тюниной на окраине села после полудня собираются люди Здесь и начинается праздник, который Воськина так любят и ждут А мне страшно, что такое деревне обрадьев не дала Ай, товарищи моя, товарищи моя, что я делаю все новое А во дворе в это время полным ходом идут приготовления Остают конопляное волокно, которое специально хранят для этих целей Оно пойдет на гриву и хвост русалки Саму русалку здесь представляют в образе ряженого коня Старики, опытные русальщики, следят за приготовлениями, дают советы Трое-четверо мужчин накрываются пологом, изображая туловище коня русалки В руках переднего русальщика палка с подобием головы, а сзади палка с хвостом Конь это священное животное еще с периода оседлости кочевых народов и начала земледелия А название русалка сохранилось от древнерусских летних русалей, игрищ Корень рас, рос, рус у всех европейских народов связан с водой Например, русло, роса, а обряд с почитанием воды Начинается шествие по селу, обход дворов В сопровождении ряженых девушек и женщин А также вожака Ну и, конечно, толпы любопытные Вожак-цыган Раньше, в начале века, одевался по-другому, во все белое, холстинное И имел глиняную маску в виде большого Перевернутого и надетого на голову горшка с прорезями для глаз и рта Русалка подходит к каждому дому И хозяин обязательно должен что-нибудь вынести для русальщиков Время изменило традиционный образ русалки Он стал двойственным Это не только священное животное Но одновременно как бы нечистая сила Русалка бодается, брухает, пугает Такое перерождение произошло не без помощи христианства В пору его распространения на Руси Языческие боги были косвенно признаны, но объявлены бесами Большая честь для хозяй, если к дому подошла русалка Это сулит в будущем благополучие и забилие Ну, в стакан, в стакан, дайте, прыгай, ну В стакан, спала, бегом Сейчас я курсну, дом Вообще, побоем холодок Некогда магические ритуалы превратились в обрядовую игру, которая доставляет радости самим участникам импровизированного театрального действия и зрителям. С щедрым подавальщикам цыганки не скупятся на хорошие предсказания. Но иногда русальщикам приходится искать добычу и даже гоняться за ней. Большинство жителей сегодня уже не могут однозначно ответить на вопрос, зачем же водят русалку? Обычно отвечают, просто мы продолжаем обычай наших предков. А вот что говорит об этом вожак один из инициаторов действа Сергей Савин. Мы водим, чтобы вообще, мы водим, у нас постоянно такой вот идет, вот день такой подходит, чтобы год был богатый, чтобы хлеб было много, чтобы людям жило весело, богато, и съели хлеб, и чтобы все было доставлено. Обрядовое поведение ряженых, которые сопровождают коня-русалку, диктуется необходимостью собрать как можно больше денег, выпивки, продуктов. Многие хозяева театрально торгуются, им это очень нравится, тем более, что все село с интересом наблюдает. Выносят также пироги, хлеб, сало. Колбасу, кто что может. Но главное и обязательное подаяние – это яйца, которые как символ вечно обновляющейся жизни проходят через всю весеннюю обрядность. Традиционный костюм Панева, рубаха с красным зобом, сорока с лентами, давно исчез из обихода и праздничного быта оськинца. Но ряжение, как обрядовый элемент, нужно сохранить, поэтому девушки одеваются в цыганах. Современность принесла традицию не только изменения в костюме, но и в репертуаре. Все чаще вместо традиционной обрядовой песни исполняют сострадания и чистушки. Раньше, к сожалению, официальные власти запрещали обряд, а сегодня и правление бывшего колхоза, и администрация села, напротив, поддерживает стремление оськинцев продолжить жизнь древнего обычая. Только самые пожилые женщины могут исполнить обрядовую песню, в которой величают девушек, как и во всех троицких и русальных песнях. Каждый стих этой песни отделяется рефреном «О, в лилей холоду», в котором угадывается древнее обращение к богине Леле, покровительнице весны и молодости. «О, в лилей холоду, на дюше видамо, молитень, молитина, ой, ой, мою лети, молитой, молитой, ой, 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 ой. КОНЕЦ 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 Все собранное во время обхода должно быть обязательно съедено и выпито на совместном обеде. А завершается обряд разламыванием острова русалки, символизирующим ее смерть. Древние люди верили, что сила умирающего духа возродится в колоссиях ржи в новом урожае. Но теперь об этом вам скажут только ученые-этнографы. А теперь давайте познакомимся с теми, кто сохранил для нас песенную культуру села Оськино. Это Щеблыкина Вера Нефедовна, Зябкина Просковья Пантелеевна, Сазыкина Ирина Федоровна, Тюнина Ксения Ларионовна, Сазыкина Мария Николаевна. По нашей просьбе они еще раз играют эту обрядовую песню для последующей научной публикации. С гор-горы катилось колесо, прикатилось ко торгу. Стали во торгу спрашивать, что у вас нынче дешево. А у нас дешево молодцы. За молодца дают лыка пушню, пригоршню, то есть. За хорошего две дадут, а за пригожего три. А что у вас нынче в оторге дорого? А у нас дороги девки. За девку дают сто рублей, за хорошую дают тысячу, а за пригожую смету нет, то есть цены нет. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok